У нас будет воровцов, кто-то присутствует, выступление Виталия Сеевича. Ну хорошо, начинаем, да? Да. Итак, я пока на Николай Патратике буду сейчас объяснять, что почему. Вот у нас теперь уже есть, слава Богу, городской голова Горобцов Константин Михайлович. Значит, его заместитель Лыпаль, Андрей Николаевич. Николай Николаевич, да? Андрей Николаевич, Выпалин. Под Андреем Николаевичем Выпалин находится городское хозяйство, жилищно-коммунальные вопросы, служба единого заказа и так далее, городского хозяйства. Значит, теперь внизу, что мы имеем, это служба единого заказчика городского хозяйства. Оно имеет статус муниципального казенного учреждения. Спиридонов, значит, воздавляет Фомин Владимир Николаевич. Спиридонов. Это муниципальное казенное учреждение СМЭЛ. Это СМЭЛ. Разметка, дорогоразметка, упор, который мы выходили. Китикова Надежда Владимировна. Это председатель комиссии муниципального заказа в гору права. Есть такая комиссия, то есть не управление, не отдел, комиссия, которая занимается планированием всех муниципальных заказов. Есть Китиков Николай Алексеевич, это директор муниципального казенного учреждения автослужбы. Это учреждение занимается закупкой транспортными вопросами всего городского хозяйства. Дальше есть ООО «Магнеты», частная организация, которая занимается в том числе ремонтом дорог. В частности, сейчас Притчево-Изицык, это улица Дежинского ремонтировалась несколько месяцев, улица Перелок-Тульский, ну и так далее. Вся, вот, есть этот комплекс задержанных по срокам и по качеству работы ООО «Магнеты». Учитила его некая Чукрова Надежда Кинесовна, которая сегодня уже вышла из учреждения этого дела, но перешла работать вот сюда. Значит, и есть еще ООО «Антоптика», ООО «Эко Москва». Это две московских компании, которые сегодня выиграли лоты на уборку города Галу. То есть основную часть лотов выиграли они на общую сумму 750 миллионов рублей. Есть еще одна организация, которая называется ООО «Автогран-Полуга», которая в этом году выиграла тендер, организованный вот этой на сто, два, с лишним, ну условно, на топейки еще миллиона рублей. Ну суммы, понимаете, какие, да? Ну вот эта сумма, это одна восьмая часть бюджета города Галу. Две организации получили свое распоряжение, одну восьмую часть бюджета города Галу. Теперь давайте разберемся, кто есть кто в этой схеме. Горобцов Константин Михайлович, бывший глава управы Солнцева, бывший начальник комитета по физкультуре западного административного города Москвы, бакалавр физкультуры, второе образование, юрист. Проходил получение квалификации по специальности муниципальных заказов. Ну, вполне грамотный человек. Выпарев Андрей Николаевич, его заместитель и друг. Лучший друг, который тоже работает в Солнцево. Да, и в Солнцево есть даже газеты в Солнцево, где он рассказывает о том, как буквально, вот назад, Выпарев, где он рассказывает жителям, как они будут вместе на субботниках заниматься уборкой солнца. Территорией Солнцево. Ну, теперь он работает в колонии. Значит, Фомин Владимир Николаевич в недавнем прошлом Фомин Владимир Николаевич возглавлял государственное казенное учреждение города Москвы, инженерная служба района Солнцево. В его подчинении сейчас его заместителем, который руководит всеми парковками в том числе города Калуги, является Денис Михайлович Горобцов, младший брат Константин Михайлович Горобцов. Спиридонов Михаил Александрович, друг детства Горобцов, возглавляет МТО СМЭЛ. Питикова Надежда Владимировна в недавнем прошлом отвечала за организацию тендеров городской управе Солнцево и работала под началом имена Владимира Николаевича в государственном казенное учреждение инженерной службы района Солнцево. Сегодня она отвечает за тендеры городской управе города Калуги. Питиков Николай Алексеевич, муж Питиковой Надежды Владимировны, других достоинств не был замечен, но зато возглавляет муниципальное казенное учреждение города Калуги автослужбы. Чупрова Надежда Кинезовна в первую очередь о магнете, затем учреждением стал ее сын, а когда она перешла на работу сюда, она и сына привела из числа учреждителей. Сейчас там совершенно непонятные фигуры, кто занимается этим делом. Значит, теперь что происходит с уборкой города? У нас же есть еще здесь спецавтохозяйство РУС, да, называется фирма, которая всю жизнь занимала с уборкой города. Вот это спецавтохозяйство, помните, когда город был завален снегом, когда фирма не оказалась, которая заключила, вывела тендер, да, вот, вот, тогда он ходил шум, пучу, ходил прокуратуру и так далее. И в итоге, значит, игра, вся вот эта интересная история, она развивалась таким образом. Было, в то время, уборка города сбивалась на, по-моему, 8 лотов. 8, не помню, по количеству. Ну, короче, лоты были по 60-70 миллионов рублей. И каждый лот выставлялся на торги. А в итоге эти торги начали выигрывать наши компании. Но кому-то было интересно, конечно, кому-то тут вопрос, кому-то было интересно, чтобы эти торги выигрывались не калужскими подрядчиками. Поэтому, поэтому была предпринята такая вот штука, да, когда выиграла московская фирма, не убиравшаяся здесь, в городе, в силу того, что, как она говорила, что с ней не был заключен договор. После тендера не был заключен договор, у права не было заключением договора, рассказывала о том, что не может найти эту фирму. Ну, Юрий Юрьевич позвонил на эту фирму, те, говорит, что лишние не могут найти нас, вот тебе, вот мы, что все не могут найти, начни ищут. Ну и так далее. Короче, вся история сейчас только в одном. Нагнуть вместо, так как какой-то фирмы, кроме юристов, никого нет, практически, не было, даже техники. Вот, а она выигрывала тендер на понижение цены, а затем нагибала местных подрядчиков за демпинговые цены выбираться в городе, да. Тогда все подрядчики отказались, и город не убирался. В итоге подрядчиков нагнули, те, кто не смог, значит, участвовать в уборке, не смог участвовать, больше дальше. А РУС договорился в итоге с этими, и с этими ребятами, и сегодня вот эти 750 миллионов, как бы, да, есть еще, но это не все деньги. Короче, распределение примерно такое сейчас идет, всей суммы уборки, да, примерно такое. Насколько я помню, значит, это вот где-то, ну, 58%, это условно 40%, нет, ну, короче, 12% ПУРУСа от КУРУСа, от КУРУСа дали, от всей суммы. А эта сумма поделена примерно 60 на 40%, 60% на 40%, между этими двумя организациями. Так вот, дальше делается следующее. Дальше по 300 миллионов на уборку, вместо 60, а там же нужно уносить залоговую сумму, а залоговую сумму зависит от размера лота. А вот эта зараза Васильков взял и внес 50 миллионов в обеспечение тендера и выиграл. И результаты тендера отменились. Он написал в прокуратуру, прокуратура обязала заново провести тендер, его провели, но уже с учетом договоренности он уже не стал дальше, судя по всему, поднимать волну. Удовлетворился 12%, тем более, что его сегодня не самая основная часть деятельности ворка. Но, во всяком случае, эго своего он удовлетворил, результата добился. Ну, то, что здесь, конечно, происходит совершенно очевидное пересечение лиц, людей, должностей, функций, это тема для отдельной разработки. Потому что все эти люди так или иначе связаны либо дружескими, либо служебными отношениями в прошлом. Все они работали, да, еще маленькая деталь, все эти люди уже получили муниципальное служебное жилье на правом берегу. Которые через год работы, они имеют право приватить по нашему положению. У нас до прихода, значит, Полежаева, положение было указано, что приватить фирм после 10 лет работы в органах местного центрального горной колонии. Затем положение было изменено, и депутаты утвердили после года работы. То есть эти люди уже получили бонус 5-6 миллионов рублей каждый в виде служебной квартиры. Мне зависит от чего. Значит, о-о-о, автограмм Калуга. Вчера, я почему все в бумажке, то вчера я догопался до этой организации. У нас, оказывается, есть калужские миллионеры, которые же на корпусе ничего не знают. Некоторый господин вот этой фирмочкой, автограмм Калуга, руководит, и он учредитель, и собственник единственный, руководит. Нет-то, нет-то Сячин, Андрей Викторович, я слышал этот момент. Между тем, это очень интересная фигура. Вот у него учреждено им как минимум 3 организации. Автограмм Калуга, ООО «Автокомбинат-1» и ООО «Экспресс-Авто». Общая сумма денег, которые он лично внезет, как учредитель, и доля, которую он владеет, 60 миллионов 100 тысяч рублей. Ну что, в Урале? В Урале, ну, в Урале, ну, в смысле, я не нашел его в Урале. Но вот эта фирмочка, получившая на 3 года 102 миллиона с лишним рублей, сейчас даже скажу, что она не сделала. Вот она, этот один человек, вот, мог, имеет такую возможность взять и откуда-то вытащить из кармана 60 миллионов 100 тысяч, и вот, вложить их в кустанную. Не пожалеет, да, на доброе дело. Ну, видно, что здесь все нормально, потому что вот эта сумма, вот, у автослужбы очень много тендеров. Я вчера с этим копался, посмотрел, они объявляют очень много тендеров. Но основная часть тендеров – это приобретение машины, ремонт автотехники, ну и так далее. Все тендеры, которые они учили, а? А каким образом уносил ее, если у него капитал, они учили деньги, аминь, в общем? А это я не могу сказать. Интересно. Вот это надо выяснять. Ну, вчера только набрел на ней что-то. Значит, но вопрос заключается в следующем, что вот все тендеры, которые проведены в 2014-2015 году, проведены автослужбой, все тендеры, не превышают суммы, заключенные с одним токоподрядчиком в этом году. Дальше информация не подтвержденная документально, но свидетелями. ООО «Автограмм Калуга», судя по всему, не так давно подарила супруге Горобцова автомобиль Гран-Литара. Это надо проверять, ну, как бы, более детально, но информация от человека, который присутствовал при разговоре, в телефонном разговоре Горобцова Лыпарева с компанией, когда он говорит, ну, сделайте еще и каско. На что Горобцов отвечал, да ладно, каско не надо, брось. Хотели? А, сполучусь. Значит, господин Горобцов недавно, он уже получил муниципальное жилье, судя по всему, его уже приватизировал, потому что в декларации о доходах стоит сорокометровая квартира. Но он еще, м? Что, как? Сорок метров. Ну, как, он же один приеду. Теперь он купил дом Ваненко, коттедж, вот из-за вновь построенных на Пуароте, 260 квадратных метров, коттедж. При задекларированной заработной плате в один миллион, в тринадцатом году один миллион, там, у него шестьсот, что ли было, в четырнадцатом году два миллиона с небольшим, с учетом продажи автомобиля за 500 тысяч и пенсии сто семьдесят восемь тысяч. Вот, за вычетную пенсию у него миллион с небольшим доходом. Ну, он купил, по-моему, не был. Так вот, что, да? Ну, да. Девушки на вся. Девушки купил. Вот, вот это вся очень интересная история, да? А кто продал? Да, и есть еще одна вещь. 16, насколько я понимаю, 16 миллионов рублей. Вот, 16 миллионов рублей, по-моему, для квантомтики, надо уточнить. Да, значит, да, значит, 16 миллионов рублей были распределены забавным образом, еще один, вот. Так как до 100 тысяч рублей, включительно, тендеры не проводятся, то было заключено с одной компанией 160 договоров по 100 тысяч рублей. Чтобы уйти... А какой там документ? Ну, у меня записано, просто сейчас, не взял. Либо вот из двух, московских, одна из компаний. Документально это подтверждено? Да, да. Есть даже реквизиты, реквизиты даже есть в компании. Так что, ну, вот такая вот история.